Первая русская бригада СС-дружина. Как российские нации стали антифашистами. Это был самый скандальный эксперимент Великой Отечественной войны. Бывшие советские военнослужащие, в том числе и бывшие коммунисты, успели повоевать и за Сталина, и Гитлера, а НКВД в конце концов удалось одержать убедительную победу над Абвером. Они не имели никакого отношения к русской освободительной армии генерала-предателя Андрея Власовой успели обогреть свои руки кровью тысяч мирных жителей, а затем спокойно перешли на сторону РКК, став героями партизанского движения Белоруссии. В разные годы это воинское соединение имело разные названия, офицерская сотня боевого союза русских националистов, первая российская национальная бригада СС, бригада дружины и, наконец, как первая антифашистская бригада. Действительно, такого кульбита в истории еще нужно поискать. Что интересного, коллаборационистских соединения подполковника Владимира Гиль Родионова был сформирован в первой половине 1942 года из числа советских военнопленных и перебежчиков. Сначала их готовили для диверсионно-разведывательной и подрывной работы в тылу Красной Армии. Идея создания принадлежала службе безопасности, эсэсовской разведке, более известной под немецкой аббревиатурой СД. В довоенное время и в первой фазе кампании лета 41-го руководители СС не слишком активно проявляли себя в контактах с русской эмиграцией, уступая Вермахта, Министерству пропаганды, Министерству по делам оккупированных территорий и, конечно, своим главным конкурентом из Абвера – военной разведки. Полковник Клаус фон Штауфенберг летом 1942 года говорил о одном из первых российских коллаборационистов. СС, несмотря на свою теорию о интерменшеме, без стеснения пойдет по пути использования российских людей. И если Гиммлер возьмется за русское освободительное движение, он привлечет для СС и сотни тысяч русских. Одни поверят обещания, другие пойдут по бесхарактерности или из карьеризма. Главар СХ, главного управления имперской безопасности, Гидрих в одном из документов отмечал, что среди пленных надо искать элементы, которые заслуживают доверия, невзирая даже на то, что речь идет о коммунистах. Гиль, который впоследствии стал использовать псевдоним Родионов, родился в Беларуси. В Красной армии, с 1926 года, член ВКП, Б, с 31-го. Окончил с отличием военную академию им, Фрунзе. Войну встретил начальником штаба 229-й стрелковой дивизии. Попал в плен на Ветебщине, очевидно, раненым. Но уже вскоре стал комендантом лагеря для советских военнопленных. 20 апреля 1942 года на офицерском собрании в лагере о флагах 68 в Сувалке, ныне город на востоке Польши, приуроченном к дню рождения Гитлера, провозгласили создание национальной партии русского народа во главе с бывшим подполковником РКК Владимиром Гилем. В программе организации было отмечено, что будущее России будет националистической, а народам, населяющих Украину, Белоруссию, Прибалтику и Закавказье, предоставляется право на самоопределение и выделение в самостоятельное государство под протекторатом Великой Германии. Впоследствии партию переименовали в Боевой союз русских националистов и бригаду дружина. Соратниками Гиля стали не какие-то обиженные советской властью маргиналы, а красные командиры, генерал-майор Богданов, полковник Егоров, майор Калугин, капитаны Ивин и Блажевич. После непродолжительного пребывания в вербовочном лагере, членом новой антисоветской группы была организована месячная ознакомительная поездка по Германии. В Сувалке же нацисты облегчили режим, улучшили питание, создали музыкальный оркестр, организовали театр и самодеятельность. 1 мая 1942 года первые 100 офицеров, вступивших в Союз, были официально освобождены и переодеты в новое чешское обмундирование. Бывших командиров РКК свели в один взвод, в котором в качестве рядовых состояли командиры со званиями от младших лейтенантов до подполковников. Их перебросили под Люблин, где переучивали плюсы для закрепления теории, привлекали к карательным акциям против партизан армии Краевы и Евреев, вместе было уничтожено около полутора тысяч человек. В конце лета 42 сотня превращается в батальон. Проблемы с кадрами не было, появилось много новых командиров в крупных чинах, подполковников и полковников. Их число значительно превышало штатные потребности. Поэтому русских эсэсовцев перебрасывают на освобожденные территории. После участия в антипартизанской акции «Желтый слон», во время которой Смоленщина была зачищена от красной партизанки, воинов перебрасывают в Беларусь южнее Могилева. В январе 43-го дружинников привлекают к очередной антипартизанской операции, которая получила название «Праздник урожая». В зачитанном перед началом приказе было сказано, за врага следует воспринимать бандита, еврея, цыган и каждого заподозренного в бандитизме. Немцы и коллаборационисты пытались захватить побольше сельхозпродуктов, отсюда и название операции и трудовой силы для отправки в Германию. В результате были убиты 1165 человек. На принудительную работу в Рейх забрали 1308 местных жителей, изъято 2803 головы скота, 562 свиней, 1500 овец, 393 лошади, 438 тонны зерна. Один из главных нацистов, фон Готберг, докладывал в Берлин, это состоящее из 1200 русских часть очень скоро будет ударной силой, и в борьбе с бандами представляется надежной. В конце 43-го дружину снова перебрасывают, местом ее дислокации становится село Лужки Вилейского области. Гиль давно просил немцев доверить ему район, который он гарантированно избавит от партизан, обещал установить самоуправление и выполнять поставки, которые будут требовать интересы Германии. Гиль Родионов получает чин полковника. Вскоре в первой российской национальной бригаде СС было уже 1500 человек. Россиян – 80%, украинцев и представителей других народов – 20%. Две трети личного состава – это бывшие военнослужащие РКК, полицейские – 16-17%, остальное – российские эмигранты и бывшие кулаки. Летом 1943 года у Родионова было, по разным оценкам, от 3 до 8 и даже 12 тысяч человек. Правда, насильно мобилизованные белорусы чаще всего бежали при первой же возможности. В литературе пишут, что воины Родионова сожгли несколько белорусских деревень за то, что их жители не смогли выполнить требования полковника обратиться к нему с просьбой о помиловании на русском литературном языке. В воспоминаниях белорусских эмигрантов также фигурирует факт расстрела пятерых молодых людей только за то, что они прикрепили на грудь значки бело-красного национального цвета. Гилю не так уж было важно, сколько евреев или белорусов, а чуть позже и немцев, убьют его подчиненные, в этом проявляются его омерзительные черты. И в то же время очевиден трагизм данного положения, его двусмысленность, двойственность и противоречивость. Выходом из этого положения в условиях войны могла быть только смерть. Крайняя жестокость его воинов некоторыми исследователями из российско-националистических кругов аргументируется умышленными действиями Гиля как законспирированного агента НКВД, мол, намеренно провоцировал ненависть местного населения к немецким оккупантам. Не имея возможности победить ССФЦФ в открытом бою, белорусские партизаны активно пытались раскладывать коллаборационистские формирования изнутри. В инструкции, полученной из Москвы, с подписями Климента Ворошилова и главы Центрального штаба партизанского движения Пономаренко, было сказано, каждому такому перебежчику предоставлять возможность искупать свою вину личным участием в борьбе за освобождение Родины от немецко-фашистских захватчиков. Однако, это не касалось людей масштаба Гиля, беспощадно истреблять или захватывать в плен организаторов и активно проявляющим себя командиров карательных и полицейских отрядов. В ноябре 42-го одна офицерская рота Родионов-Цеев из 75 человек перебила немцев, около 30 подорвала мост и с оружием в руках перешла на сторону партизан вместе с автомашиной, кухней, радиостанцией. Впоследствии еще 39 дружинников перешли на советскую сторону. Потом еще, нервы начали не выдерживать и у командира. 18 апреля 1943 года по приказу Гиля было расстреляно 13 бойцов за прослушивание сведений с Информбюро. Потом еще 35 человек перешли к партизанам. Немцы, в том числе и куратор Гиля, Шелленберг, чувствовали это. В одном из донесений указано, Родионов не внушает доверия своим поведением. В ближайшее время дружину постигнет катастрофа. Желание остаться в живых для Гиля всегда было важнее, чем какая-либо идеология. В июле 43-го Гиля командиры партизанского отряда Железняка обмениваются более 20 письмами. Сначала было много обид, нецензурной лексики и призывов сдаваться, так сказать, за еду. Но однажды, в одном из посланий, Гиль спросил о гарантиях в случае перехода. Само собой, партизанские вожаки Титков и Манкович подумали, что это коварная игра СД. Москва и глава штаба партизанского движения Пономаренко предписывают продолжать игру, дать гарантии, усилить агитацию и тому подобное. Партизаны обещают эсэсовцам, что никто не будет арестован, офицеры будут восстановлены в званиях, получат денежное довольствие, смогут наладить переписку с близкими. Такие обращения были адресованы персонально каждому старшему офицеру дружины. Часть из них прислала ответы, от негативных с пропагандой борьбы за новую Россию к осторожным, где зандерповалась почва относительно возможности возвращения. 10-13 августа 1943 года Гиль направил партизанам письмо, в котором определял первые шаги для решения, не проводить операции друг против друга. Подписался своим красноармейским званию, как подполковник. Он уже для себя все решил. 16 августа состоялась встреча командира Железняков ЦФ Титкова и Родионова. Последнему показали условия, переход всей бригадой, с оружием, боеприпасами, запасами продовольствия, и сразу начало активных боевых действий против оккупантов. Требовали отдать партизанам начальника контрразведки Богданова и губ штуферера СС князя Святополк Мирского. Родионов согласился с условиями и сдал приказ частям первой антифашистской партизанской бригады выступить против фашистских гадов, беспощадно истреблять фрицев до последнего и их изгнания с русской земли. Знаки отличия, свастики, черепа, орлы немедленно снимались. Вместо приветствия Хайль Гитлер, прикладывание руки к головному убору согласно требованиям уставов РКК. Своё слово Родионов сдержал. По возвращению в бригаду выискивал личный состав и зачитал приказ, тот, что был согласован с партизанами. Сотрудник НКВД Табачников, приставленный к нему как офицер связи, вспоминал после войны, встречен он был с ликованием. Гиль арестовал и сдал партизанам всех пронемецеки настроенных офицеров, бургомистра и начальника полиции райцентра Докшицы. Несколько бывших товарищей по оружию приказал повесить и расстрелять для поднятия боевого духа. Пользуясь знанием паролей системы охраны, захватил железнодорожную станцию. По воспоминаниям партизан, бригада Родионова уничтожила несколько сотен немецких солдат и офицеров. После изменения ориентации с Гилем остались 106 офицеров, 151 сержант и старшина, 1175 рядовых. Немцы, в свою очередь, организовали свой сборный пункт и туда пришли более 500 человек из дружины, в том числе 30 офицеров. Далее была война на болотах и на рельсах. 16 сентября 1943 года Гилю было присвоено очередное звание «полковник». Его наградили орденом «Красной звезды», а многих его подчиненных, медалью «Партизану Отечественной войны». В декабре 1943 антифашистов Родионова перебрасывают в полоцек Олепельский зону, своеобразную партизанскую республику площадью более 3000 квадратных километров и с населением в 80 тысяч человек. Весной немцы начали операцию по ликвидации партизанского гнезда под кодовым названием «Весенний праздник». Потери партизан были очень серьезными, более 30 тысяч убитыми. 14 мая 1944 года Владимир Гиль Родионов был ранен в бою, умер от потери крови. Некоторые эмиграционные историки пишут, что его застрелил кто-то из бывших подчиненных с возгласом «Собаки, собачья смерть». В воспоминаниях один из его новых товарищей заметил, может, и лучше, что такой конец, и не было огорчений, если бы он попал в Москву. В июле 1944 года то, что осталось от первой антифашистского бригады, слили с одним из подразделений Красной Армии. По факту, лишь единицы из российских эсэсовцев вернулись домой, большая часть дружинников нашли свою смерть в белорусских болотах. В 1992 году поисковики из Витебска нашли остатки полковника Гиля и перезахоронили в братской красноармейской могиле в городе Ушачи. Фраза, не имеет даже отдаленных аналогов в летописи отечественного коллаборационизма. Разумеется, единичные и групповые переходы участников русского освободительного движения на сторону СССР были нередки, но чтоб в состояние советских патриотов неожиданно устремилась целая бригада, непосредственно ответственная за безжалостное уничтожение многих тысяч мирных граждан, да потом еще и сражалась как отдельное партизанское соединение, такого не было никогда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова